Приветствую вас. Ну, вот я прочитал ваш вопрос. И первое, что могу вам сказать, это то, что ваша девочка по большому счету ревнует. Она ревнует, но она же достаточно годная для того, что бы вам в этом приносить. И, понимаете, ревность происходит от неуверенности в себе. Вот она боится, что она для вас не будет на первом месте. Ну, то есть вот сейчас она для вас на первом месте, например, но при этом родственники, ваши близкие люди где-то вот недалеко. Она боится, что потом при таком вот ее отношении к вам, родственники будут находиться ближе, занимать позицию более высокую, более самостоятельную. И это ее напрягает. Это ей не нравится, она этого боится. Почему боится? Ну, скорее всего, потому что у нее, у самой, в детстве у нее самой в семье ситуация складывалась далеко не лучшим образом. То есть я имею в виду, что она имеет негативный опыт в взаимодействии со своими родными. И этот опыт, как это вот часто бывает, проецирует на вас и на ваше же отношение к, там, родным людям. Это нужно понимать с одной стороны. Но с другой стороны, девушка изначально ведет себя с вами именно вот определенным опытом. То есть для нее это, ну, нормальное поведение. Для нее это нормальная реакция. И, соответственно, ваша реакция первая на ее такие слова была какая? Вот вы и говорите, да, что вот эта трепеща с ней, она для противоположного пола, если рассказывать и так далее. Вы сразу начинаете оправдываться. Вы говорите, что я как бы подробностей не вдаюсь, в общем-то так разговариваю. А зачем вы оправдываете? В этой ситуации вы сами как считаете, вы имеете право разговаривать с своими родственниками на какие-то темы или нет? Если вы считаете, что имеете право это делать, то зачем тогда оправдываться? А если вы не считаете, что имеете право разговаривать с родными о своих делах, то тогда возникает вопрос, зачем вы противитесь девушке? То есть вот есть вот это вот противоречие у вас в позиции вашей. И понятно, что если вы сразу девушке не дали от вас поворот-поворот, если вы не защищаете свои границы личные, а это ваши личные границы, то есть вы сами решаете, да, с кем обсуждать, что обсуждать, как обсуждать и так далее. Если вы сразу свои личные границы не защитили, да, то тогда, конечно же, у девушки это поведение закрепилось. И это нормально. Понимаете? И говорить о том, как вести себя сейчас, когда у нее такое поведение уже закрепилось, ну, мягко говоря, уже как бы довольно поздно. Как бы вы себя не повели, девушка все равно будет так для вести, потому что на официальной сразу вы ее не осадили. И ее слова о том, что она проверяет вас, как вы будете реагировать, это скорее манипуляция. Она либо манипулирует вами, чтобы подчинить вас себе, либо просто не желает признать, что боится того, что будет не на первом месте. Но в любом случае это эгоистичное поведение по отношению к вам, в любом случае это поведение направленное на себя, а не на вас. И я верю в то, что вы ее любите, но проблема в том, что у меня очень сильные сомнения относительно того, любит ли она вас. И нет, она не будет довольна, если вы со всеми рассоритесь, но найдет другой повод для того, чтобы к вам вот так придираться. К сожалению, это следствие ее внутренних конфликтов, и эти внутренние конфликты, они никуда не уйдут. И в этой ситуации, в этом случае, вам нужно выбрать для себя модель поведения такую, которая бы соответствовала вашим представлениям о том, что правильно, и не поступаться этими средствами, не поступаться этими ориентирами ради кого-либо. Раз и навсегда определите на себе, скажите девочке, что вы хотите, как вы считаете правильным, и больше просто-напросто не обращайте внимания на ее славу. Вообще, вот только так вы сможете ситуацию изменить. Либо она примет ваше поведение, вашу позицию, либо она этого не сделает. То есть, вот вопрос этот открытым остается. И только сейчас в том, боитесь ли вы ее потерять или нет. Вот если боитесь потерять, ну тогда это одно. Если не боитесь потерять, а вам не нужно ее бояться потерять, ну это другое. И в этом случае, если вы боитесь ее потерять, нужно быть градусом причинами вашего страха. А до сих пор, все будет вот так. Так что, я думаю, что на вас, отвечая на ваш вопрос, глупое поведение или нет, нет, это не глупое поведение, это поведение, нацеленное на реализацию своих ценностей. Это поведение, нацеленное на реализацию своих интересов. И все. Это не глупое поведение, это довольно целенаправленное, скорее всего, осознанное поведение. Но вне зависимости от этого, мотивы у девочки только собственные. К вам это отношения не имеют. И если, соответственно, она эти противоречия не снимет, то будут большие проблемы. У вас в отношениях, в дальнейшем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!